Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и я отвечаю на детские и не только вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Евгении. Зачем бобру такой хвост? Действительно, согласитесь, хвост у бобра какой-то особенный, необыкновенный. И существуют разные предположения, зачем животное может такой хвост использовать. Одно из предположений, что хвост, как реактивный двигатель, помогает бобру передвигаться в воде. Ну, конечно, нет. Хвост не может служить реактивным двигателем. Скорее, это руль, который помогает бобру поддерживать равновесие в воде и удобно передвигаться и делать повороты. В общем, действительно, хвост это такой настоящий, очень удобный руль. Но на самом деле хвост выполняет и множество других функций. Кроме того, что это прекрасный руль, это еще и замечательная опора. Мы помним, что бобры грызут древесину. Иногда это бывают довольно крупные деревья. И пока бобр сидит и обрабатывает дерево для того, чтобы его повалить, конечно, хвост служит ему замечательной опорой, которая придает ему устойчивость во время этой, в общем, достаточно непростой работы. Кроме того, было замечено, что у упитанных бобров хвосты становятся как будто распухшими. Хвост является замечательным хранилищем жира. И в случае, если бобру по какой-то причине придется поголодать, эти запасы жира, которые отложены в хвосте, помогут ему без ущерба для здоровья перенести голодовку. Есть еще один способ употребления хвоста бобрами. Хвост это способ коммуникации. Бобры своими хвостами стучат по воде или по земле, таким образом передавая сигналы своим сородичам и предупреждая их, например, о какой-то опасности. То есть это такой своеобразный ударный инструмент. Ну и еще есть предположение, что бобры могут использовать свой хвост для терморегуляции. Хвост не покрыт шерстью, и в случае, если становится слишком жарко, то хвост, снабженный большим достаточно количеством кровеносных сосудов, помогает животному не перегреться и охладить свое тело. То есть на самом деле мы видим, что хвост несет множество функций, это очень удобная штука. Но, конечно, бобры интересны не только своими хвостами. У них потрясающие совершенно зубы, как и у других грызунов. Резцы у бобров растут в течение всей жизни, причем они самозатачивающиеся. Передняя часть зубов, передняя стенка зубов, состоит из твердой эмали, а задняя стенка состоит из дентина. И когда бобры грызут, например, твердую древесину, то дентин стачивается быстрее, поэтому зубы не тупятся во время разгрызания твердого дерева, а наоборот каждый раз затачиваются, потому что дентин стачивается быстрее, чем эмаль. Кроме того, бобры, наверное, самые умелые строители из всех животных, которых мы знаем. Помимо того, что они могут сооружать для жилья норы, они еще строят потрясающие совершенно дома-хатки, используя как раз в качестве материала строительного дерева, а также ил. Строят они дома прямо в воде. Дома довольно непросто устроены, в них всегда есть с разных сторон входы, которые расположены под водой, а вот верхняя часть хатки, она всегда расположена выше уровня воды, и там всегда сухо, тепло, уютно, и там можно укрыться в случае опасности, и именно там у бобров на свет появляются малыши, детеныши. Кроме того, бобры строят настоящие такие гидросооружения, они сооружают плотины. Для чего это нужно? Плотина – это не дом. Плотина – это способ регулировать уровень воды в водоеме, потому что в каком-то определенном случае уровень воды может резко упасть, и тогда входы, например, в бобровые хатки могут оказаться на поверхности, что для животного может быть опасно. Поэтому способность строить плотины – это тоже очень важная такая способность, которая позволяет бобрам, ну почти так же, как людям, трансформировать ту среду живую, в которой они обитают. Ну что ж, Евгения, надеюсь, я ответила на вопрос про хвост бобра, а также про некоторые ещё особенности этого животного интересные. И не забывайте, друзья, мы ждём от вас новых вопросов, пишите их в своих комментариях. Всем хорошего дня и приходите в музей, мы вас ждём! Субтитры создавал DimaTorzok